Сборная модель КРАЗ-257, так называемый длиннобазный, от Угурец Проджект, 72007 артикул, выпущен очень ограниченной серией в России. Вот такая инструкция входит. Видите, две больших платы фототравления, много деталей. И дальше инструкция на русском языке. Чуть подрезать штырьки, сжать пинцетом, сделать из тонкого пластика. Однозначена она была исключительно для внутреннего рынка. Выпущена, как я уже сказал, ограниченным тиражом, поэтому она на русском языке. Ну вот, всё вот в инструкции, всё доступно и понятно. Если вам придётся попаять, очень ажурная конструкция, интересная для запасных колёс. Просто вообще фантастика. Эта модель отключается от других, длинным кузовом и, соответственно, удлинённой рамой. Интересная модель, поскольку, опять же, как я говорил, выпущена ограниченная тиража. Внутри мы видим три пакета. Один с фототравлением, который сейчас рассмотрим. Второй с деталями кузова, а третий непосредственно с деталями ходовой, кабины и так далее. Вот та самая ажурная конструкция под запасные колёса. Ну и тут ещё баранка отравлённая. Дальше идёт вот такая большая плата с другими различными деталями. И, как видим, прозрачные детали. А также дам вкладыш ещё. Если, допустим, у вас, не дай бог, испортятся стёкла, вы можете прозрачную плёнку в лазерник, в лазерный принтер запихнуть и сделать копию. Что тоже достаточно удобно, потому что стёклышки не с первого раза иногда получаются красиво и хорошо, и удачно вставить без всяких помытнений и заляплений клеем. Есть, кстати говоря, интересные советы, как это сделать. Вот коллеги-друзья мне подсказывали, что такие стёклышки, перед тем, как их монтировать, лучше покрыть лаком Футура, тогда они будут защищены. А дальше можно клеить их суперклеем, они не дадут белёсых пятен. Вы попробуйте, посмотрите, если у вас есть возможность и Футуру использовать, то применяйте. Но я бы, наверное, такой ещё комментарий по этим стёклам сделал. Наверное, мы отдельный ролик по этому процессу. Всё-таки, на мой взгляд, удобнее вначале опускать вот такую целиком плитку в Футуру, вывешивать её, чтобы она высохла, чтобы аккуратно капли стекали, потому что она такая вязкая. И после этого уже вырезать, то есть это Футуриную вырезать. Но мы с вами ещё раз говорю, я всё-таки постараюсь снять ролик показательный, чтобы вы посмотрели, как это всё делается, но не обещаю, что это будет быстро. Вот, смотрите, значит, рама, да, рама длинная. У обычного краза она примерно вот такая, да. Но она расширена, насколько я понимаю, вот в этой части задней. Вот такая рама, соответственно, длинный-длинный кузов. Борта, передняя и задняя части. Борта состоят из двух частей. Вот так интересно сделано. Никаких-то там перекосов я не вижу. Ещё такой совет для русскоязычных пользователей. Ну, точнее, для русскоязычных, скажем, посетителей нашего, подписчиков нашего канала. Кто понимает, что я сейчас говорю. Есть такой момент. Смола всё-таки это материал специфический. Клеить его надо суперклеем. И иногда вот такие длинные детали из-за, так сказать, процессов литья, там немножко литейщик поспешил, допустим, вынул чуть раньше из формы деталь. Льётся смола вся в формах силиконовых. Поэтому не пускается ограниченным фиражом. И формы недолговечные. Хватает на 20-25 отливок. После этого идут дефекты качества. Их надо менять. И это достаточно дорогое удовольствие. Если детали смолы поведена, то есть, допустим, рама у вас так вот перекошена, не пугайтесь. Вы нагреваете воду. Такой достаточно, не кипяток, а вот достаточно такой сильной температуры. Опускайте туда деталь. Чуть-чуть держите. Можете на пинцете, на чём угодно. Опустить на скрепочке. Только не в кипяток, не дай бог. В горячую воду такую, чтобы можно было ещё трогать, но уже было так неприятно. И после этого вынимаете, выпрямляете и даёте ей остыть. Лучше самой остыть. Не надо её принудительно охлаждать. И, соответственно, она принимает уже правильную форму. Если не получилось с первого раза, можете сделать два-три раза ещё эту процедуру, пока не добьётесь правильной формы. Ну и дайте ей отлежаться, убедитесь, что она опять не вернулась в прежнее состояние. И всё. И проблем с этим нет. Теперь, что касается пузырьков. Здесь литьё очень аккуратное и замечательное. Могу поставить твёрдую пятёрку. Каких-то серьёзных изъянов я не увидел. В литье всё аккуратно отлито. Это, кстати, передняя деталь. Она у всех кразов одинаковая. Соответственно, видите, сразу включает и движок, и крылья, и фар. Поскольку я уже много раз, третий раз, про краз говорю, про разные модификации, уже нет смысла одно и то же говорить. Я вам пока расскажу, может быть, то, что вам будет полезно знать про смолу. Так вот, мы говорили о том, что можно распрямлять детали. Здесь великолепное литьё, поэтому, в принципе, особо с ним ничего делать не надо. Берёте на суперклей и клейте. Можете использовать гель, можете использовать обычный текучий. Всё замечательно. Но есть литьё модели из смолы, которые отлиты с пузырями. Не у всех руки растут литейщиков из правильного места, и поэтому часто образуется... Да, и не все используют вакуум, или наоборот, давление, чтобы пузыри выгнать. Соответственно, образуются пузыри. Ну, как это выглядит, да, вот, не знаю, могу, наверное, здесь показать, да, вот видите, всё обшпаклёвано, там, обмазано суперклеем. Почему? Потому что вот такая вся в пузырях. Вот вся поверхность была вот в таких вот мелких пузыриках. И это хорошо, она снизу, да, и до сих пор, видите, пузырики торчат. Я тут уже пять раз, наверное, мазал. Пипец просто. Задалбываешься мазать, если честно. Вот пример ещё из этой же оперы, да, вот. Видите, она вся измазана. Надо будет это всё удалять. Не просто потому, что измазана, а потому, что просто у вас... Потому что на этой модели всё было внизу в пузырях. Так вот, как от этого избавиться? Точно так же суперклеем текучий. Вот, соответственно, вы капаете суперклей. Дожидаетесь желательно маленькой либо иголочкой, либо тоненькой зубочисткой ещё так потыкать в этот пузырёк, чтобы туда клей затёк, потому что он может затечь сверху, а застыть, а пузырь остаться. И потом будете шлифовать, опять у вас образуется пузырь. То есть, ну... Ну, бороться с этим можно. Опять же, вот, как ещё раз говорил, суперклеем, да? Обычными шпаклёвками, конечно, тоже можно, но не факт, что будет хорошо держаться. И такой ещё совет для тех, кто с нуляными моделями занимается, обязательно обезжиривайте их в... Когда соберёте, прежде чем, допустим, там... Клеить... Точнее, ну, стёкла, да, клеить. Обезжирьте детали вот таким вот бензин-калоша, да? Его многие выпускают. Вот такая бутыль, стоит она недорого. Соответственно, вот, обезжирьте обязательно все эти детали, потому что они... Иначе грунтовка может неплохо приставать. Вот, и обязательно отгрунтуйте. Обязательно отгрунтуйте, потому что краска может потом, когда вы её нанесёте... Если вы её нанесёте без грунтовки, она, ну, в большинстве случаев, гарантированно потом будет отставать. То есть при наложении масок и так далее, может отставать. Вот, я сам это много раз проходил. Те, кто будет мне возражать и говорить, что да нет, у меня всё нормально, там я использую какую-то супер-пупер краску, ну, может быть, им просто повезло. Да, вот, в большинстве случаев, к сожалению, иногда не сразу вы имеете потом проблему. То есть у вас краска начинает слоями прям сходить через некоторое время. Может быть, не сразу, а там через, не знаю, какое-то время. В результате вы получаете геморр. Лучше всего отгрунтовать и забыть. Есть специальная грунтовка GSI CREAS, которая, видите, называется Mr. Resin. Значит, её используйте для смолы. Она разбавляется вот таким вот разбавителем. Вот. И вот это вот обязательно сюда. То есть, вначале в бензине, потом загрунтуйте, а потом спокойно можно красить. Если, да, грунтовка, это она такая, такая вот, как видите, тягучая. Можно и, наверное, обычную, и не, наверное, а можно, но вот это она специально для резины, для смолы. Работает отлично. И, в общем-то, всё замечательно грунтует. Получается, условно говоря, вот такой вот слой, да, вместо белого. Или вот... Ну, не буду дальше показывать другие модели. Это уже получается обзор не этой конкретной, а, так сказать, правила работы смолы. Тем не менее, призываю всех, кто ещё не пробовал поработать со смолой, это сделать. Потому что... Чем отличаются модели от смолы? От моделей из пластика. Как правило, в них из смолы производят, во-первых, то, что редко когда кто произведёт в пластике. Вот. Ну, допустим, я, конечно, верю в то, что через какое-то время, возможно, в пластике выпустят такие вот кразы, да. Но то, что это будет большое количество интересных модификаций, в это я как-то вот почему-то слабо верю сейчас. Хотя, да, возможно, когда-нибудь это свершится, но, может быть, и не при нас, да, не при тех, кто сейчас смотрит роль. Вот. А получить вожделенную интересную модель вы можете. Она дорогая будет, безусловно, потому что выполнена она в очень маленьком объёме. То есть вот этих моделей там всего в мире существует штук 20, да, выпущено ограниченным тиражом. Но, тем не менее, вы получаете в итоге то, чем можете гордиться. Зная, что в мире только 20 человек, в лучшем случае, если все они её соберут, будет такая же модель, и вы получите её, и она будет замечательно смотреться. Да, со смолой надо иметь большую подготовку. Но вот с моделью такого уровня, я могу сказать, что подготовка вряд ли будет сильно отличаться от той, которая требуется при сборке нормальной пластиковой модели при вот таком уровне качества. Поэтому не будьте, берите хорошие модели смолы, с них начинайте, у которых нет дефекта, чтобы у вас не появилось устойчивого чувства отвращения к шпаклеванию, да, вы берите хорошие модели, которые хорошо отлиты из смолы. И с них начинайте. Потихонечку втянетесь, будете смолу покупать, различные наборы дополнений из неё делают. Очень интересный материал. Интересен он ещё тем, что мелкие детали очень хорошо проливаются. Мелкий рельеф проливается, сеточки хорошо проливаются. К сожалению, не всегда это возможно при литее из пластика. Да, там всё-таки немного упрощают, чтобы и удешевить, и формы были попроще. Технологии на месте не стоят, но пока литьё из смолы, оно позволяет сделать такие интересные вещи очень. Поэтому, ещё раз говорю, вы не игнорируйте их. у вас появятся интересные на полочке модели. Ну, вот такой был расширенный обзор и моделей ГРАЗ-257, и технологии, так сказать, сборки моделей. Да, вот, собственно, всё, что хотел сказать. До новых встреч! Смотрите наш канал, подписывайтесь. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!